Освещение дорог Достигается это в том числе и за счет того, что подсвечены дома. Во время торжеств включается праздничная иллюминация, а также работают малые архитектурные формы, которые тоже светятся. Всего на проект по установке новых опор освещения было выделено порядка 12 миллионов рублей. На 60% проект финансировала область, остальное – муниципальный бюджет. Теперь в темное время суток на улице Гаевского куда светлее. Мы просто здесь любим гулять и еще здесь рядом площадка около школы. И бывает вечером выходим и очень поздно, и бывает вообще темно. И вот теперь фонари поставили очень хорошо. Стал ярче на школьной. Мачты освещения снабжены энергосберегающими лампами, которые позволяют более чем в два раза снизить потребление электричества. А это прямая экономия бюджета. Комфорт местных жителей измерить точно нельзя, но он определенно повысился. Мы ходим вот на каток, на фигурное катание и возвращаемся иногда там, иногда здесь. Ну вот на днях было здесь, конечно, ужасно темно. Сейчас идешь – красота и удовольствие. В 2018 году новое освещение установлено более чем на трех километрах Видновских улиц. И это только начало. В этом году мы заявились в Светлый город и шесть поселений наших. Пока находятся все наши сметы и заявки в Мособлэкспертизе. Как только из Мособлэкспертизы они выходят, мы будем заявляться уже в область на участие в программе «Светлый город». И уже, грубо говоря, в 2019 году у нас будет точно, мы будем знать адреса, которые нам будут согласованы и поселения. Кроме всех перечисленных плюсов, новые линии освещения позволяют снизить аварийность на дорогах на 11, а смертность при ДТП на 10%. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.